Друзья, Матхуй, привет! Миша Саватеев продолжает разбор московской математической олимпиады. Помнишь песня, да? Какая-то такая. Да, мы ее пели, кстати, на сборах. Вот. Ну и, короче, мы разберем, Миша разберет три задачи. Да, первые три, потому что я после первых трех, пятая мне не очень понравилась, потому что она очень этническая какая-то. А шестая мне понравилась, потому что она красивая. Я решил порешать шестую. И так и решил. Да, и так и решал, но не до решал. Да. Но послушаем первые три. Ну, в целом, я считаю, на пятье надо получать удовольствие. Я тоже, я с этим полностью согласен. Тем более, когда на сервис уже попал. Тем более, когда на самом деле даже математика не самая пройтая. Тем более, да. Ну что, давай! Хорошо, значит, задача номер один. Условие звучит так. На доске записано натуральное число. То есть, вот тут какое-то число. Если у него стереть последнюю цифру, ну, в разряде единиц, соответственно, стереть цифру, то останется ненулевое число, которое будет делиться на 20. А если стереть первую, то на 21. Ну, то есть, вот тут какое-то число записано. Да. Вот. Известно, что... Да. Давай сюда. Да. Известно, что вот такое число... Да. Оно делится на 20. Так. А, соответственно, вот такое число. Делится на 21. К, я, ну, нормально. Трех уголок. Ага. Да. Ну, значит, К уже это нулевая цифра. С команды капитала 90. Спрашивается, какое наименьшее число может быть записано на доске, если его вторая цифра не равно нулю. То есть, значит, у нас есть условие, что и не равно нулю. Игрек не нулевая. Ну, да. Значит, как-то непонятно, какого размера. Да, ну, вот это число не нулевое. Игрек. Да, это число не нулевое. Да. По условиям. Ну, К 0 сразу можно написать. Да. Да, и это надо минимум делать. Да, на минимум. Ну, что папа скажет? Вот такая задача. Папа, можете подумать. Определенность сразу кванта меняет на 0, а, соответственно, предыдущая перед К, она четная цифра. Да, логично. Игрек на 20. Так. Деремься на 21, на К, а не зависит. Да, я папа задачу не говорил, поэтому он сейчас... Да, я совсем считаю. Ну, этот, наверное, шиш. То есть, самое маленькое такое число, да, должно быть? Так. Значит, стерли 9 на 20. Стерли 9 на 21. Так. Ну, да, еще одна очевидная, что сумма цифр делится на 3, но не на 9. Ну, да. Что еще можно сказать? Попробовать понять, сколько знаков. Ну, да, да. Надо попробовать, видимо, покрутить с битью, попытаться, да, это сделать. То есть, нужно добиться делимости на 21. С помощью M можно регулировать делимость на 21. У нас M как раз свободно, это хорошо. Мы можем делимость на 21 регулировать Е. Ну, так, ну, как бы надо попасть, да, чтобы, значит... Да. Да, чтобы... Ну, вот, понятно, что число не может быть однозначное и двузначное. Потому что у него... Ну, вторая цифра... Ну, да. Ну, вот это число не нулевое, по условию, значит, оно не однозначное. Не двузначное, потому что, соответственно... Ну, понятно, значит, то есть последняя цифра 0. Так, а вот трехзначное, да? Может, оно быть трехзначное? У нас есть условие, что его вторая цифра не 0. X, Y, Z. Значит, получается, что X, Y делится на 20, и Y, Z на 21, да? Так, Y, Z на 21, сейчас... X, Y делится на 20, значит... Y не 0. Да, Y не 0. Но если я сотру Z, Y должен быть 0. Да. Значит, уже не может быть трехзначное. Значит, это уже не трехзначное число. Да, хорошо, продолжим исследование. Я думаю, что здесь мы уже найдем пример, на самом деле. Ну, в целом, да. Нет, в целом, M, она довольно намного весь влияет. Очень много вещает, да? Там сколько там? Там 9 чисел. Она, получается, может сразу группу из 10 чисел создавать. Да, правильно. А так как у нас тут 21, это довольно близко уже. Если бы тут, например, было 9, то мы бы просто самой M, мы бы ее сменять, и уже бы оно делилось. 21 чуть побольше, но хочется верить, что все равно все будет хорошо. Ну, да. То есть, вот у меня есть, да, вот это вот такое число, что я стираю 9,21. Ну, и значит, что у меня, тр вообще не важно, это черное. Да. Это черное. И не 0. И не 0. Значит, что-то там, типа, ну, конечно, там, по минимуму. Дальше я, наверное, буду подбирать. Ее подбирать, если члены надо начинать с сукса подбирать. Ну, да. Мы потом разберемся. И здесь, значит, так, на то, что действует на 21. 105 действует на 21, да? 105 мало, маловато. Значит, 100, 26 делится. 21, нуля нет. Еще у тебя 10 до 2, на что? 210 делится на 20. Да, 210. А тут у нас почти 210. Ну, если тут так писать. А, в следующий раз все равно 0,2, если тут будет 210. То есть до 210 ничего не получится предложить. То есть, если у тебя тут т равно 3, то 203. А, ну, на 21 не делится, да? Но я смотрю, он заделся на 7. Ну, я, смотри, короче, чувак. Значит, если я стираю т, у меня трензначное число. Мне нужно его минимизировать, по сути. Потому что т меньше влияет, чем эти цифры любые. Значит, может ли начинаться это все с, ну, вот здесь, 120. 105 делится, но это нельзя, потому что играет не 0. 105? На 21, то есть какие-то делится. 126 не годится, потому что здесь должен быть 0. Понятно, да? То есть на 100 ничего не годится. Здесь не будет 0, определимость на 21. Следующее 210 теперь. 210 у меня... Ты что, человек, перебираешь? А те, кто на 21, да, делятся. Так у тебя на 21 вот такие 3 делятся. Ой. Фу. А эти тебе на 20 делятся. I am the idiot. Так, the one, the one. Так, то есть мне на самом деле 200 вот так надо, да, делать? То есть тут типа 20, 40, 60 и так далее. Да. Сейчас, 210. То есть понятно, что сначала надо минимизировать первый такой, вы думаете? Да. Сейчас, на 21, а это нужно будет поделиться. Да, сейчас, значит, ну хорошо. То есть на 21 не поделиться. То есть 200t это самое, ну как бы, ну здесь не будет делиться, потому что 210 делится. Потому что 210 делится, да. В следующий раз здесь будет 0, через очень долго, к сожалению. Ну, соответственно, следующая цифра у тебя тут 4 может быть. Ну да. Значит, у тебя будет 4 0t. Ну, то есть у нас такие варианты могут быть на последних трех цифрах, если мы считаем, что ответы четырехначные. У нас может быть 200t, следующая у нас может быть 40t, потом 60t и 80t. Ну, вот 40t. Вот. А ну, то есть более делится и какой-нибудь из них на 21. Если никакой из них не делится, то придется пятизначный делится. О, смотри, 400, а, на 20, сейчас, 210 делится на 21? Да. Значит, 420, ну, плохо, потому что я почитаю и... 420, да. Так, 600, 640, ой, 600, подожди, 420. 420, 600, сажаем на трибу. 630. Очень хорошо. Все, вычитай 21. Сейчас мы в математике. Вычитаем, вычитаем, 609. Значит, остается 609, она калится на 20. И оно самое маленькое, очевидное, из всего возможного стало. Да. Переписим на единицу, а ты с этого. Ну, да. В целом, да. Отлично, решили. Вот. Ну, еще раз вкратце, что произошло. Ну, как я делал, я зафиксировал единицу, потому что поверил, что тут один. Ну, и потом, соответственно, у нас числа вида 1200t, 1400t, 1600t и 1609 нашлось. Уже подошло. Ну, да. Ну, так, постепенно речали из одной и доказывали, что других нет. То есть тут. Да, ну, это совсем простая, да. Да. Ясно, что с ней быстро-быстро, любой справится. Так. Что идет дальше? Там кто-то писал, вроде бы, когда-то, что типа не разбирали, какие задачи какие-то там. А, типа разбирать надо? Нет, ну, типа. Не хотели, да, чтобы мы разбирали? Наоборот. Говорили, чтобы мы не отзывались пренебрежительно. А, к верхним задачам. А, я понял. Так. Я думаю, по-панковски воспользовался в целом блошном для стирания или есть такая сухонькая какая-нибудь Да, можно и так писать нормально. А, так будет, да? Вот. Затем была вторая задача. Да. Вторая задача была, соответственно, геометрия. Ага. Но я на сборах, я считаю, прокачался. Давай, давай. Одну из геометрий на сборах. Нельзя попасть на другую геометрию. Еще я посчитал на сборах одну из геометрий комплексных. О, отлично. Очень сложно. Вот, правда, мне сказал по-там, что это была геометрия для третьего класса. Но я считаю, все равно нормально. Вот, значит, условия. Равнобокая трапеция. Дана равнобокая трапеция, сумма боковых сторон которой равна большему основанию. Ага. Значит, вот у нас трапеция. Сумма боковых. Равнобокая. Равнобокая. И сумма боковых равна большему основанию. То есть, просто вот такая категория. Да, абсолютно. Докажите, что у вас треуголь между диагональю и не больше, чем 60 градусов. Вот. Прекрасные задачи с маленькими условиями и хорошими рисунками. Да, да, да. Не то, что рейки вам четвертые. Такую геому приятно повесить. Вот, значит, нам нужно доказать, что вот этот угол, он меньше либо равен, чем 60 градусов. Так, тут идти вместе со мной чуть-чуть. Я даже в какой-то момент хотел, кстати, посчитать, потому что тут 0, тут е в степени эфир. Просто взялся, да, единица, да? Единница е в целом. Да. Но я потом подумал, что я не помню, как считать угол нежпрямыми, и вообще не хочу так решать. Потому что это скучно. Да. Что хочется делать? Значит, у нас вот этот треугольник, очевидно, у нас вот такая, ну, подумайте, если решаете. Вот. Приятная задача. Значит, заметим, что у нас вот такая вот симметрия есть. Конечно. Вот. Значит, вот этот треугольник у нас, значит, равнобедренный. Конечно. Ну, короче, у нас вот этот угол равен вот такому. Вот. Ну и он же равен, если мы обозначили вот этот угол за 2 α, то вот этот угол будет α. Потому что тут у нас значит α. А, внешний треуходник. А тут 180 минус 2 α, да. Внешний, да, у равномерия у равномерия будет 180. Значит, нам нужно доказать, на самом деле, что α меньше либо равно чем 30. Да, слушай, да. Вот, у нас сразу пропала полурисунка. То есть мы отсекли, мы как бы уменьшили сущности. Да. У нас теперь рисунок выберет вот так. Тааааак. Тааааак. Альба. Нам нужно его максимизировать. Ой, это прямой же. Сейчас, подожди, нет, не прямой. Сейчас, нет, нет, тут нет ничего прямого пока. Совершенно нет ничего прямого. Ну? Нет, это так кажется, да. Наверное, максимум будет прямой, да? Максимум будет прямой. Ну да. Собственно, мы хотим максимизировать этот угол. Ну, давайте нарисуем окружность. Да, да, да. Все. И нам нужно, чтобы вот этот угол максимизировать, значит, это будет касательно. Вот он! Прямо родился. Ну и все. Да. На астрономии меня научили в школе. Супер. Да. Что это там? Ну что? Синус? Как это называется? Называется? Элонгация, по-моему. Как? Элонгация? По-моему, это называется элонгация. О, как? Когда под наибольшим углом планеты. Я знаю только акадумации слово придуманное. А! Сейчас. Да, акадумации. Но это неприлично. Окей. Это неприлично. Как придумывается? Это код, шифр. Я не буду говорить о вас с шифром. Выглядит очень так. Нормальное слово акадумация, да? Но если немножко над ним пофиксировать, то дальше я не скажу ни слова. Вот. Ой. Это только не было. Все. Конец уже переброшелся. Все, понятно. Окей, вот этот угол максимальный при вот таком, значит, нам нужно доказать, что при максимальном, что даже при вот таком прямом угле у нас этот угол не больше тридцати градусов. Ну это очень-то. Можно посмотреть на картину. При прямом мы просто равен тридцати. Понять, что у нас тут, соответственно, тридцати градусов. Ну, например, потому что у нас тут такая штука. Да, 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 да. Да, это синус одна половая. Я, кстати, в начале, когда я понял, что нужно максимизировать, я немножко затупил, я подумал, что у нас вот в такой картине Ну, типа 30 градусов, но это не 30 градусов, потому что тангенс Да-да-да, это не топ Отлично Ну, собственно, все Заказали Решили Решили Я над ней час сидел Час, да? Ну, может, я бы еще Так что, будем качать Будем качать Скилл Геометрический скилл, да Так Отлично И третье У нас на спорах, короче Я из-за геонетрии был в середине, как раз Даже в конце У меня просто типа 6 решенных задач У следующего человека в нашей группе 17 по геонетрии решенных Но это не важно, в принципе Ты по комбифигачил? Правильно? Да По гуминаторике у меня, кстати, по-моему, второе место А, второе, ага Ну, это и все, кто приятно Я могу сказать, что первое Все Нет, там Афанаси Макси То есть я не урок сегодня утром Да, понятно Так, есть бесконечная в одну сторону клетчатая полоска Там не все приехали Там всякие умные Петли и Мустафины не приехали, но все равно Которые пронумированы натуральными числами И мешок с десятью камнями То есть вот у нас полоска и еще у нас есть тут мешок с десятью камнями Машина тьюлинга, кстати? Да И типа Вот В клетках полоски камней изначально нет Можно делать следующее Во-первых, перемещать камень из мешка в первую клетку полоски или обратно То есть Вот так И назад Вот А во-вторых, если у нас в клетке с номером А лежит камень Вот у нас А, эта клетка с камнем То мы можем, соответственно, положить или снять камень из клетки А и плюс один То есть мы можем вот так сделать Если в клетке с номером А лежит камень То можно из мешка положить В плюс первую клетку А назад Или, соответственно, забрать из-за плюс первую в мешок обратно То есть следует существующим камнем Можно положить или забрать камень Так Вот Вопрос Можно ли, действия по этим правилам Положить камень в клетку с номером тысяча Короче, так, Настя, я знаю, куда Ну, в целом, да Можно и далеко зайти с камнями Вот Ну, во-первых, можно заметить, что у нас первое условие равносильно тому, что у нас тут в клетке ноль лежит камень И уже не рассматривать его, когда Не снимаем мы камень там Он не снимаем Ну, мы ничего не можем начать сделать, кроме того, как туда его положить А с тех пор он всегда там будет Да Ну, не всегда А, ну, мы его не... Нет Ну, короче, он там просто лежит, и мы с ним ничего не делаем Ну, тогда у нас первое условие будет Ну, мы не снимаем, как нет В смысле, если его нет Ну, то есть мы можем его снять Но Нет, ну, тогда у нас будет 11 камней А по условию 10 Ну, короче, просто назовем его и не снимаем Ну, сейчас, но вначале ничего нет, правильно? Вначале ничего нет, и мы говорим, что как бы на самом деле у нас в клетке с номером ноль Перед первой лежит камень Поэтому условие, что мы можем положить и снять камень из первой первой, оно равносильно вот таком Да, все Все Ну, вот этот камень мы снимать не можем Да, все Ну, ладишься, потому что перед ним ничего нет Думайте, последний шанс получить решение самостоятельно Все Шанс закрыт Да Я не могу память на память Ну, соответственно, как информатика я сразу понял, что тысяча это 2 в 10 Ага Ну, так Снизу Вот Поэтому надо что-то со степеньями к вам А, то есть это не 100, это не миллион Миллион, миллион, ну, да, ходит? Миллион нужно 20 Ну, степень к вам То есть это Харнавский башня? Ну, в принципе В каком-то смысле, наверное, да Так, ну, поехали Вот Ну, его, кстати, неприятно придумывать Неприятно четко придумывать Придумывать Может, ответ да Ну, ответ да Соответственно Охренеть Как мы будем делать? Сначала докажем такую вещь Будем доказывать, что мы можем положить или снять одинокий камень Сейчас проясним Вот второй отрезок Используя как бы за N плюс один камень Ага Включая Нет Этот мы не включаем Вот, значит Будем доказывать В инструкции, понятно Что мы можем положить Если у нас как бы нет ни одного камня вообще Не лежит То мы можем, используя N плюс один камень Как бы положить камень в любое число из вот этих вот Из вот этих вот Не кладя в другие Но N плюс один у нас 9 плюс 1 у нас 9 Да На это мы именно одинокий камень хотим положить А То есть, чтобы других камней не было А Ага Вот Вот Или наоборот Если у нас лежит одинокий камень в какой-то из вот этих позиций То мы хотим его уметь снимать Используя тоже не больше чем N плюс один камень Включая его Вот И соответственно, как мы это будем доказывать по индукции Ну если я N равно 0 То мы можем положить камень в первую ячейку Да Используя один камень Да База есть Ну аналогично если N равно 1 Например у нас тоже Мы можем положить в 1 и 2 там И короче за два камня положить Ну и снять потом Ну понятно короче Кладем в 1 Потом кладем в 2 Потом снимаем из одного И наоборот Да Хорошо Вот Хорошо Теперь шаг Что мы хотим делать Давайте Вот что сделаем Давайте скажем, что x это 2 в степени N плюс t Где t Где 1 меньше либо равен t Меньше либо равен 2 в степени N Соответственно, если у нас x меньше, то мы уже доказали как бы Да Вот Хорошо Теперь давайте положим камень в позицию 2 в степени N Да Используем N плюс один камень И оставим его там Да А теперь заметим, что у нас вот эта плоскость она сдвигается как бы на 2 в степени N Влево Почему? Потому что вот этот камень, который лежит здесь Он как бы переехал в камень 2 в степени N Да И мы можем его считать, что он там на самом деле лежит Так Но это значит, что мы можем просто взять вот это t То есть для него все пройдет И для него мы уже доказали по индукции, что мы можем использовать A плюс один камень Да И он получить Но еще вот этот камень у нас лежит, значит всего нужны N плюс 2 камня Да Все, доказали Доказали И аналогично со снятием Так Хорошо Значит если у нас лежит камень, мы сначала положим 2 в степени N Потом снимем вот этот камень за N плюс один камень И еще один у нас лежит, значит N плюс 2 нужно А потом снимем вот этот Так Вот, значит мы это доказали Да Ну я попал в 512-ю Вот А теперь Зачем нам нужны условия одинокости камня? Если камень не одинокий, то мы можем, например, получить этот камень, но при этом до него израсходовать все То есть, например, если бы тут мы могли получить просто камень 2 в степени N Да А кто? Но при этом не одинокий То до него, например, могло лежать 9 камней, которые мы не можем снять Да, 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 да Вот, и из-за этого мы бы не могли воспользоваться нашим предположением индукцией Потому что у нас бы уже не было N минусного камня Так Вот Если же мы хотим попасть в тысячный камень Да Нам не нужно условия его одинокости Нам нужно просто попасть в него Так Ну а теперь мы можем, ну как бы, ну, например, мы можем просто по индукции доказывать, что мы можем попасть в не одинокий камень, а просто какой-то Вот из такого интерфала за N ходов Ага Так Ну, соответственно, как мы это будем делать? Мы сначала поставим камень в 2 в степени N минус 1 за N ходов А потом по индукции Ну, мы снова что мы делаем? Мы говорим А тут видно? Слушай, а правильно я понимаю, что ты делаешь на самом деле следующее? Вот я сейчас скажу, а ты скажу Давай Предыдущая процедура позволит мне поставить 512-ю границу камня Да Теперь я про него забываю Он у меня уже стоит И ставлю 512 плюс 256-ю границу Да, да, именно так Забываю Ставлю следующую с помощью оставшихся Да По сути все Я по сути так и делаю Просто мне показалось, что вот так удобнее обосновывать Все Ну, по сути там мы можем просто представить в двоичном представлении И вот так поставить Да Но если удобнее обосновывать Для меня было, что мы вот так можем сделать Снова по индукции, естественно, мы ставим 2 в степени N минус 1 камень за N ходов Ага А потом у нас уже интервал, естественно, минус 1 Да Минус 1 За N ходов А, да, да, да Потом у нас этот камень уже есть И мы, соответственно, можем Вот эту степень уменьшить на единицу снова Представим вот в таком виде И поставить по индукции за N минус 1 камень И еще один у нас вот тут стоит Да Тут N получается Тут N получается Тут N получается Ну, смотрите То есть у нас вот тут стоит камень А за N не ходов, а камней За N камней Камней Вся-вся-вся Ходов тут до хрена Блин, я всегда Камней Это это были камни Я всегда использовался минул из них ходов Нет, все-все У ребятиков я пытался везде камней писать, но возможно я тоже где-то ходов Слава Ну, простит Да, все понятно То есть ты загонил Ну, в принципе, все понятно За 9 За 10 Ты загоняешь За 10 А потом Говоришь, что у меня минус 512 И минус 1 камень Супер! Вот Ну, это были легкие задачи А еще есть Соответственно Задача 5, которая как раз тебе показалась технической Поэтому я не стал ее решать Но потом я узнал, что у нас ее в классе вроде бы никто не решил Поэтому, может быть, она не такая уж техническая Но в целом все равно же стоит мне кажется интереснее Ну ладно Значит, четвертую, пятую сами найдите Поэтому пятую я скажу Я здесь скажу просто условия А четвертую А геом мы не будем, да Ну Я думал над тем, чтобы прыгать геомы Но потом я решил, что после шестой я ее прочту А после шестой ничего не прошло Значит, пятая задача Шестая уже говорили в условии, да Задача номер пять Пусть П и Куб взаимно простые натуральные числа То есть вот у нас есть П и Куб Да Лягушка Кузнечик Саватеева Кузнечик Саватеева Кузнечик Саватеева Прыгает по числовой прямой, начиная с точки 0 Каждый раз либо на П вправо, либо на П влево То есть вот у нас точка 0 За год мы можем либо на П вправо прыгнуть Либо на Ку влево Пока все логично, да Однажды лягушка вернулась в 0 Докажите, что для любого натурального Д Меньшего, чем П плюс Ку Найдутся два числа, посвященные лягушкой Отличающиеся на Д То есть для любого Д Меньшего, чем П плюс Ку Существуют такие числа Икс и Икс Что Модурить минус Икс Икс Д И при этом Лягушка их посетила Да Вот Ну, согласись, что выглядит довольно технично Да Не выглядит как-то слишком сложно Но раз никто из ваших не решил И не выглядит слишком интересно И не выглядит слишком интересно, да По числам Ну ладно В общем, если что, можете порешать Вот Адем у бокса Ну я второй разрешил Спасибо, Мишенька Хей-го! Маткуль, привет! Всем привет! Маткуль Маткуль